Доброе утро! Счастливые обладательницы темных, длинных, пышных ресниц могут запросто пропускать этап нанесения туши. Остальным остается полагаться на макияж и прочие хитрости. Под прочими хитростями в первую очередь я подразумеваю процедуру наращивания ресниц. Наращивание ресниц – процесс, при котором отдельные волоски, сделанные из синтетических материалов, приклеивают полуперманентным клеем к вашим собственным ресницам. Дело это хлопотное, занимая до двух часов кропотливой работы. Ведь каждая искусственная ресница крепится к вашей натуральной по отдельности. Но многие сходятся во мнении, что результат того стоит. Ведь это идеальный бьюти-прием на случай, если вы мечтаете тратить на утренние сборы в разы меньше времени. Техника, конечно, не нова, но постоянно прогрессирует. Создаются новые, еще более тонкие и невесомые материалы. Гипоаллергенные клеи вместе с тем не спадают на процедуру и огромный спрос. Сегодня, когда в тренде мода на естественность, для многих процедура наращивания ресниц по-прежнему является синонимом всему искусственному родам из двухтысячных. Тем не менее, как я уже сказала, за последние 10 лет технологии в бьюти-индустрии сделали существенный шаг вперед. И сегодня вряд ли кто сможет отличить нарощенные ресницы от натуральных. Для того, как приступать к работе, хороший мастер обсудит с вами будущий образ. Выяснить ваши предпочтения и подберет искусственные волоски специально для вас. С помощью правильно подобранных длины и объема можно даже скорректировать асимметрию глаз и визуально изменить их разрез. Самый востребованный и естественный метод классический – ресницы к реснице, когда к одной натуральной реснице приклеивают только одну искусственную. Все эти технологии абсолютно безопасны. При условии профессиональной работы они нисколько не навредят вашим глазам. Заслуга мастера станет не только эффект распахнутого взгляда, но и бережное отношение к каждой вашей натуральной ресничке. В наращивании ресниц, как и в других сферах бьюти-индустрии, есть свои тенденции. И они, разумеется, меняются. Тем не менее, некоторые женщины в понятии эстетики остались где-то в 2010-м. Так было и с героиней проекта «Новая я Кристина». И подробно об этом вы узнаете уже в эту субботу. А пока делюсь тем, как не надо. Забудьте про погуще и подлиннее. Длина более 14 мм и толщина более 0,1 к 0 в лету. Да, длинные ресницы считаются эталоном красоты. Да, они выглядят гуще и заметнее. Но густота и заметность прямо пропорциональны их неестественности и нелепости. Еще одно «не» – наращивание уголков. Эта мода пришла со времен, когда наращивание считалось очень вредным для натуральных ресниц. И дабы не попортить природные данные, но быть красивой, девушки шли на наращивание уголков. Им казалось, что это выглядит здорово. Как бы не так. Хлопайте ресницами и взлетайте. Но не забудьте приземлиться у ваших телевизоров в субботу в 10.00 на СТС. Вас ждет новый выпуск проекта «Новая я».